МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известно, что в республике с этого года введен запрет на привлечение иностранной силы. Поясните, с чем связаны такие меры и какие сферы деятельности подпадают? Да, ну, этот указ подписан 29 декабря прошлого года, так и вступил в силу с 1 января 2018 года. Но прежде всего данный указ, он направлен на защиту республиканского, ну, регионального, мы говорим, рынка труда в целях создания системы преимущественного трудоустройства местных трудовых ресурсов, местных граждан. В этом году это второй указ. В 2017 году мы только начали работу в этом направлении. Здесь надо сказать, что мы работаем строго в рамках федерального законодательства. И в этом году по, значит, видам деятельности, по которым, значит, введен запрет, это, как и в прошлом году, это образование, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт. Но в этом году мы добавили еще и горнодобывающий отрасль и строительный комплекс. Некоторые виды по строительному комплексу. Необходимо отметить, что граждане, страны, которые подпадают под действие данного указа, это страны, которые въезжают по патентам. Это Таджикистан, это Узбекистан, это Украина, Молдавия и Азербайджан. Вот пять стран, которые подпадают под действие данного указа. Страны Евразийского экономического сообщества. А вот страны Евразийского экономического сообщества, это четыре страны. Казахстан, это Белоруссия, Армения и Киргизия. Вот граждане этих четырех стран, они въезжают на территорию Российской Федерации беспрепятственно. Ну, действуют правила свободного перемещения труда и капитала. Конечно, эти страны имеют единое таможенное пространство. Поэтому здесь страна, конечно, имеет и свои плюсы с точки зрения развития внешнеэкономической связи с этими странами, товарооборот и так далее. Поэтому граждане этих стран, они приезжают в том числе и на территорию Республики Саха-Якутия, вставая на учет в управление по вопросам миграции МВД по Республике Саха-Якутия и ведут трудовую деятельность наравне, как и граждане Российской Федерации. А определенный ли срок запрета? Год? Да, ну, это действие данного указа, оно рассчитано на один год. То есть по результатам данного, ну, введения данного указа, мы, естественно, анализируем, какой плюс или минус имеют эти указы. Но надо отметить, что ведя вот эти два, значит, отрасли, горнодобывающие и строительный комплекс, мы, безусловно, это согласовывали не только, скажем, вот с Министерством промышленности и геологии, да, но и с самими крупными работодателями. Это и Якутуголь, и компания Колмар, и другие горнодобывающие предприятия. Возможно, вы знаете, вот 15 ноября прошлого года глава Республики проводил совещание с крупными работодателями, которые ведут хозяйственную деятельность на территории Республики Саха-Якутия. И этот вопрос там поднимался. Как вы оцениваете, если мы введем данный указ, да, было полное одобрение со стороны работодателя. На самом деле мы этого не ожидали, так. Поэтому с точки зрения вот именно привлечения местных трудовых ресурсов в отрасли промышленности, в частности в горнодобывающий сектор, такое понимание со стороны руководителей крупных компаний на сегодняшний день имеется, да. Поэтому наша задача, конечно, отобрать и подобрать персонал, который бы отвечал требованиям промышленных компаний, наладить систему профессионального обучения, если это необходимо, систему стажировки, подготовки кадров местного населения. Ну, мы упор делаем, конечно, на молодежь. Вы знаете, что Республика очень много готовит молодых специалистов по техническим профессиям. Так, порядка 60% это техническая профессия, те, которые востребованы. И, конечно, это сельское население, взрослое население, которое сегодня считается незанятым. Так, их тоже надо подтягивать в промышленные предприятия. Здесь работает определенный проект. А сколько на данный момент иностранных граждан трудятся на территории Республики? У нас идет несколько сокращений. Так, на сегодняшний день, если смотреть по всем иностранным гражданам, которые по трем группам этих стран, 13,5 тысяч человек на сегодняшний день работают у нас. Так, если мы говорим о том, что в прошлом году их было порядка 16 тысяч, так, на сегодняшний день такие цифры. Ну, идет некоторое сокращение. Но я еще не сказал о категории стран, которые въезжают на территорию Российской Федерации по визе. Это дальние зарубежья, это в основном Китайская Народная Республика, как вы знаете. Там, значит, действует совершенно другая процедура. Это согласуется, квота устанавливается Министерством труда Российской Федерации. Так, у нас работает межведомственная комиссия по привлечению и использованию иностранной рабочей силы, которую возглавляет зампред правительства Дичковский Алексей Прокопович. И надо сказать, что условия привлечения иностранной рабочей силы из стран дальнего зарубежья тоже у нас достаточно жесткие. Вот если, давайте вот по примеру посмотрим прошлого года, 2017 год, республика выдала квот на привлечение из дальнего зарубежья 331 разрешение. Так, ну для примера, если мы ставить, ну брать субъекты дальневосточного федерального округа, так, Приморский край это 20 тысяч, иностранцев, в основном китайцы, Хабаровский край это 8,9 тысяч человек, Амурская область, сопоставимая с нами по населению, это 5 тысяч, у нас 331. Так, то есть мы на сегодняшний день делаем все возможное, чтобы, значит, освободить рабочие места для наших трудовых ресурсов. Но вот здесь надо понимать еще одну вещь, что иностранцы, конечно, они вносят и вклад в социально-экономическое развитие республики, поэтому это тот водораздел, который необходимо соблюдать, он есть. То есть совместно с Академией новых мы уже на протяжении там последних трех лет производим оценку эффективности использования иностранной рабочей силы. Так, поэтому это процесс достаточно такой. Скажите, а вот какова реакция самих вот этих вот иностранных граждан, которые до этого трудились, и работодателей, соответственно, на такие меры? Вот я и говорю, прежде чем вводить такие запреты, это решение принимает глава республики Саха-Якутия, мы проводим общественные, можно сказать, слушания, с общественными объединениями работодателей, с общественными организациями. Понятно, что у общественных организаций одна точка зрения, у работодателей другая точка зрения. Поэтому это все широко обсуждается на протяжении полугода прошедшего, так, и выносится такое взвешенное решение. На сегодняшний день нам, ну просто необходимо принимать такие меры в отрасли строительства, не по всем видам деятельности в строительстве, так. Тоже надо понимать, если мы введем полный запрет в строительный комплекс, то у нас может и строительный комплекс встать, по большому счету. Насколько мы готовы сегодня заместить иностранную рабочую силу нашими малярами, штукатурами и так далее. Вот как раз вопрос, да. В этом году планируется, по-моему, 2000 иностранных... Нет, я говорю о том, что здесь в строительном комплексе не по всем видам, а по видам таких, как разборки и разборка сооружений и так далее, там, где это возможно. Поэтому с Минстроем мы очень долго обсуждали данный вопрос, не один месяц, и пришли к выводу, что на сегодняшний день мы не готовы объявить запрет тем же малярам, каменщикам, бетонщикам и так далее. Потому что у нас их в этом объеме, а их трудится сегодня 9 тысяч человек, но просто нет. Тогда строительный комплекс может просто встать. Но к этому нужно идти постепенно, с одной стороны, готовя этим профессиям нашу молодежь и наших людей, так, и уже внедрять в строительный комплекс. И вот такая дорожная карта на сегодняшний день, она разработана, так, и, конечно, я думаю, замещение иностранной рабочей силы должно идти постепенно и взвешено. А готовы ли жители Якутии заменить эту иностранную силу? Это тоже, понимаете, вопрос такой. Строительный комплекс, он характерен для всей страны. На сегодняшний день предприятия строительного комплекса, они не могут, не имеют возможности прогнозировать свою потребность кадровую на 5 лет, на 3 года, на год вперед. Потому что все, согласно 44-му закону, подчинено торгам. Если строительная компания выигрывает конкурс, да, то она уже судорожно начинает набирать рабочую силу. И, как правило, идут демпинги, снижение стоимости и заработная плата в итоге оказывается не такой высокой. Но, тем не менее, глава поставил задачу разобраться в этом деле, собрать всех работодателей и такие вопросы ставить. Такие вопросы ставят и другие губернаторы Российской Федерации. Давайте мы поменяем что-то делать. Там же очень много вопросов и по качеству строительства, и по срокам сдачи и так далее. Поэтому здесь... Степан Иванович, вы скажите, а как контроль будет осуществляться за исполнением указа? Как сейчас осуществляется? Да, вот контроль за исполнением указа – это полномочия Министерства внутренних дел. Есть там у них управление по вопросам миграции. Насколько я знаю, вот в 2017 году они, значит, провели более 4,5 тысяч таких проверок. Именно для того, чтобы посмотреть, как исполняется указ. А межведомственный контроль? Нет, это полномочия МВД на сегодняшний день. Целекомую полностью? Да, они вынесли из этих где-то 422, по-моему, предписания. И какие там штрафные санкции? Достаточно они серьезные. Для юридических лиц это штраф от 800 до 1 миллиона рублей за нарушение, так до приостановки деятельности там на 30 дней. Несколько ниже штрафы для физических лиц. там 4-5 тысяч рублей. И для ответственных работников, ну, для директоров компании 40-50 тысяч. Поэтому это полномочия полностью, значит, МВД. Вот по, значит, результатам 2017 года, как они нам представили информацию, ну, порядка более 200 человек они, значит, освободили в результате, ну, действия этого указа прошлого года. Степан Иванович, скажите, ну, а сейчас уже есть, да, нарушители, как бы, уже можно определить? Да, конечно. Ага, очень коротко буквально. Ну, эти нарушители есть, конечно, ну, просто... Штрафы уже начались? Ну, насчет что это давать, и мы с МВД будем уточнять. Конечно. Степан Иванович, благодарю вас за беседу. Эфирное время подошло к концу. Нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения Степан Москвитин. Оставайтесь на нашем канале, мы всегда обсудим все самое важное. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»